привет привет друзья ну вот видите как покатила как говорится покатила покатила не я по дороге а покатила у нас наша жизнь к весне и поэтому у меня настроение изменилось пошел позитив которым хочу с вами теперь делиться как обычно и надеюсь что видео мои уже будут выходить намного чаще потому что весна красота я сейчас еду в город вентнер опять свой любимый вы знаете я почему-то оказалось что этот город почти не знаю и оказалось что он для меня открывает какие-то свои все новые и новые интересные места и я конечно же хочу с вами делиться вот посмотрите какие лужи у нас на дороге потому что дождь каждую ночь идет но слава богу что только ночью так вот друзья пока мы едем и еще не доехали до той красоты которую я вам сегодня покажу я хочу вспомнить на то свое видео недавнее в котором я показывала своих ровесников ну и мне там конечно многие написали и в частности 1 мне написала моя зрительница что нужно признать что все мы выглядим на свой возраст и вот здесь я не могла и не могу согласиться с этим все мы выглядим наверное все таки по-разному и в связи с этим у меня для вас давным-давно припасена одна фотография которая тоже бродит по интернету может быть кто-то ее видел но может быть и нет я хочу сейчас показать вам эту фотографию вы поймете насколько по-разному выглядят люди вот эта известная фотография которую я хотела вам показать видите две ровесницы у вас на экране бурановская бабушка алевтина бегишева которая в ансамбле бурановские бабушки выступает и мадонна обе 1958 года рождения то есть представляете вот ровесницы пожалуйста вам но тут конечно мне могут многие возразить что ой да что мадонна там столько пластических операций сделала и что это все там фотошоп это еще и 5 10 но понимаете что вот одежда разная вот у этой у нее одежда у мадонны такая модная современная бабушка это лифтина наряжена неизвестно во что ну вот давайте посмотрим другие фотографии в связи с этим я нашла вам можно найти такие фотографии где мадонна конечно вот она пожалуйста посмотрите в гриме и без грима просто на улице понятно что выглядит конечно уже не так но все равно согласитесь что она не выглядит на свой возраст она не выглядит бабкой старушкой вот а мне также написал что является ровесником владимира путина ну и конечно же я решила посмотреть а кто же из политиков моим ровесником является и сразу же я нашла канцлера фрг ангелу меркель вот она конечно она всего на полгода старше меня но вот эта фотография это фотография два двухлетней давности и сейчас мою покажу для сравнения это моя фотография двухлетней давности и вот еще фотография прошлого года и фотография этого года все вы меня видели фотографии у меня любительские ну и все Вы меня, конечно, видели и знаете, и я не могу сказать, что я выгляжу хуже. Едем дальше, дальше больше, и я, конечно же, вспоминаю еще одного политика-женщину. Тереза Мэй, премьер-министр Соединенного Королевства с 2016 по 2019 год, перед Борисом Джонсоном, она была премьером-министром у нас. Так вот, эта женщина, она вообще на два года моложе меня. Посмотрите на ее фото, пожалуйста. Тереза Мэй родилась в октябре 1956 года. Интересно, не правда ли, друзья? Ну и вот, вы знаете, хотя, конечно, фотографии это еще не все. Нужно человека все-таки видеть живьем, потому что бывают люди фотогеничные, бывают люди совершенно не фотогеничные, и очень трудно по фотографии определить, как на самом деле выглядит человек. И потом у каждого свое восприятие. Вот, кстати, по поводу восприятия, и то, что мужчины на женщин смотрят совершенно другими глазами, это тоже совершеннейший факт. И есть у меня для вас еще одна история. Когда я приехала, помните, к Жану Франсуа во Францию, кто о чем, как говорится, а я все о своих мужчинах, ну вы знаете, да? Так вот, Жану Франсуа мне сказал, что я ему напоминаю очень американскую актрису и модель Кэмерон Диас. Вот она, красавица, на вашем экране. Ну, Кэмерон Диас, во-первых, родилась в августе 1972 года и на 17 лет моложе меня. И вообще, по-моему, такая красотка и совершенно другой тип лица, нежели у меня. Но вот и Жан Франсуа, и все остальные его друзья, они все соглашались с ним, что она похожа на меня или я похожа на нее, не знаю. Я даже ради этого случая стала искать свои фотографии молодости. Ну вот, к сожалению, у меня мало здесь своих фотографий. Вот я нашла вот такую вот очень неудачную фотографию. Здесь мне 26 лет, но тоже, по-моему, совершенно не похоже ни в молодости, ни сейчас. Вот здесь Кэмерон Диас уже в настоящее время. Здесь ей 48 лет. Она, конечно, не красотка, но очень специфическая. Мне она, например, в фильмах очень нравится, живая, естественная. А вы что думаете, похожа ли на меня или похожа ли я на Кэмерон Диас? Вот интересно услышать от вас. Вы как бы тоже меня, наверное, уже знаете и видели. Хотя вот мне многие говорят из наших, например, из русских моих друзей, что я похожа на Аллу Пугачеву. Но с Аллой Пугачевой нам всем очень трудно тягаться. Что вы, она теперь вообще 20-летняя красотка, как вы знаете. Молодеет с каждым годом. И мужья у нее все моложе и моложе. Так что куда уж нам уж до Аллы Пугачевой. Ну, а мы с вами вот так вот за разговорами незаметно потихоньку и приехали уже в то место в Вентнере, которое я вам хочу показать. Ну и здесь еще, как говорится, по скриптум я вспомнила. Коль скоро я уж вам рассказывала про Ангелу Меркель. Вы знаете, что она канцлер Германии с 2015 года, то есть уже 15 лет. Так вот, у Ангела Меркель на сегодняшний день из недвижимости есть дом в Берлине площадью 200 квадратных метров и стоимостью около 312 тысяч евро, друзья. Вот такая вот история.